Суды на выживание. Смогут ли чернобыльцы отстоять свое право на достойную пенсию до того, как она станет им не нужна? Грустный праздник. Почему учителя в Прикарпатии встречают 1 сентября со слезами на глазах и грозят забастовкой? Грустный праздник. Последний визит в Капитолий. Как американская столица прощается с сенатором Джоном Маккейном? Евроинтеграция. Вместо Брекзита. Зачем Лондону? Ассоциация съезд по премьеру украинской. Что будет с ценами на газ для населения уже этой осенью? И сможет ли Украина стать полностью энергетически независимой? Об этом говорил сегодня премьер Владимир Гройсман. Глава правительства побывал сразу в двух областях. Харьковской и Днепропетровской. Мои коллеги продолжат. В этом цеху Лазовского кузнечно-механического завода делают броню для будущих украинских БТРов. Две недели сварочных работ, шлифовка, испытания и броня с трансмиссией для современных бронетранспортеров БТР-3 и БТР-4 идут дальше на завод Малышева. Мы делаем корпуса, красить, люка на них навешивают, отправлять дальше на сборку, на установки военной техники. В среднем мы можем делать 5-6 корпусов. Кроме бронетехники на заводе производят легкую сельхозтехнику, бороны и плуги. Обеспечение заказами этого и других заводов области один из главных вопросов, которые сегодня обсуждали с премьером. Ведь в промышленности задействовано более 150 тысяч человек. Каждый третий, занятый на Харківщине, працюю на промышленности, тому для нас завантажение предприємств, вырубництво, а также створение новых рабочих мест – это надзвичайно важливый, актуальный вопрос и вопросы, такие очень нагальные. Поэтому мы делаем все для того, чтобы после работы и с Кабмином, и с органами управления, и с руководством державы вырешивать те вопросы, которые есть, завантаживать вырубництво. Цена на газ – еще один острый вопрос этой осени. Премьер-министр говорит, пока ее удается держать на прежнем уровне. Что будет зимой, станет понятно после переговоров с миссией МВФ. Вы знаете, что есть требования наших международных партнеров для того, чтобы вырубить цену промышленности газа, который сейчас стоит около 11 тысяч, и газа для населения в цене. Это очень чувствительное вопрос для украинцев и для меня лично. С 6 по 19 будет миссия МВФ, мы будем обговоривать вопросы и получать компромиссы для того, чтобы в первую очередь защитить украинских граждан, и они не пострадали от этого. Это очень важно. В Днепропетровской области премьер приехал на шахту имени Героев Космоса. Это самое мощное угледобывающее предприятие. Только в прошлом году здесь выдали на гора около 5 миллионов тонн угля, включая и так называемый энергетический. В большой мировой практике по добыче угля никто в таких прошлых постах не работает. То есть в условиях, где работает Запад и Донбасс, и кому это еще выдавалось работать, не говоря о таких результатах. Премьер-министр заявляет, что Украина постепенно отказывается от потребления антрацита. Все больше предприятий начинают использовать энергетический уголь. Мы еще несколько лет назад споживали 9 миллионов тонн загального баланса антрацитового уголья. Сегодня уже 4,3 миллиона, то есть мы уменьшили вдвече. А могу вам сказать, что в этом году мы еще 4 энергоблока переведемо на группу Г. То есть задача, как больше новых лав, выдобуток витчизненного уголья для абсолютно всех потреб энергетического комплекса. А вот одна из главных задач правительства – полная энергетическая независимость страны. По словам главы Кабмина, Украина должна не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и отправлять угольный экспорт. Светлана Шикера, Елена Миндалек, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер. Не на социальные вопросы, а на предвыборные баталии. Будет нацелен в новом политическом сезоне парламент, считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. По его словам, в предстоящей повестке сессии нет законопроектов, посвященных решению экономических проблем или погашения долгов по зарплатам и пенсиям. Верховная Рада, напомню, начинает работу уже на следующей неделе. Осенняя сессия откроется во вторник, 4 сентября. Парламент должен рассматривать вопросы, которые действительно волнуют общество. В первую очередь, это вопросы мира. Это вопросы экономические, вопросы снижения тарифов, поскольку их опять собираются задирать. Цены, выплаты чернобыльцам. Есть решение конституционного суда о возобновлении выплат. Вопросы, связанные с выплатой зарплат шахтерам. То есть то, из-за чего люди приезжают в Киев, протестуют, борются, что их интересует. К сожалению, сегодняшняя повестка дня на этой неделе, она абсолютно далека от этих вопросов. Опять повторение тех же ошибок парламента, которые были в прошлом. Пустые декларации, какие-то там заявления, какие-то там слушания. И без предметного рассмотрения вопросов волнующих людей. Наша фракция будет наставить на рассмотрении вопросов выплаты пенсии военным пенсионерам, восстановления справедливости по чернобыльцам, выплаты зарплаты шахтерам, смены возможности вообще дать право переселенцам голосовать, поскольку на сегодняшний день они не лишены этого права. Это люди ставят эти вопросы. На банковые кадровые перестановки с постазом главы администрации президента ушел Дмитрий Шымкев. Сегодня он сам заявил об этом. Шымкев отвечал за проведение административных, социальных и экономических реформ. Должность замглавы администрации, теперь уже экс-чиновник, занимал 4 года. В его дальнейших планах развития собственного бизнеса преемником Шымкева стал Сергей Марченко, который ранее занимал должность в правительстве. Был замминистра финансов. Был конкретные проекты, которые необходимо было реализовывать от проведения 3G, 4G, координации реформ, открытые данные, петиции и то, что. До координационных процессов с разными гелками влады. Сергей имеет большой опыт работы и в администрации президента, и в кабинете министров, особенно с вопросами финансирования и реформ финансов. И я витаю его с этим призначением и очекаю на продолжение того руха реформ, который был запечаткован. Экс-президент Франции Франсуа Аланд рассказал, как Путин на переговорах в Минске угрожал раздавить украинскую армию. Об этом бывшая глава Франции написал в мемуарах под названием «Уроки власти». Бывший французский лидер пишет, что президент Петр Порошенко и Владимир Путин постоянно повышали голос друг на друга. Последний так нервничал, что стал угрожать окончательно уничтожить армию своего визави. По словам Аланда, это показало, что российские войска на востоке Украины есть. Президент Порошенко защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для части восточных украинских регионов. Глава ряда так называемой ДНР Александра Захарченко подорвали в центре оккупированного Донецка. Информацию уже подтвердили в СБУ. Взрыв прогремел в одном из кафе. Позже в администрации самопровозглашенной республики заявили, что в результате покушения один человек погиб и еще трое ранены. Подробнее материали. В центре Донецка, в кафе Сепар, на улице Пушкинская, средь бела дня прогремел взрыв. По данным правоохранителей, так называемая ДНР во время взрыва тяжелые травмы получил главарь боевиков Александр Захарченко. Медики успели его привезти в больницу, где он и скончался. Кроме того, ранен так называемый министр налогов Александр Тимофеев. Он госпитализирован. За нашими данными, эта информация соответствует действительности. И мы считаем, что это результат международных войн, которые не первый год возбываются между террористами, их российскими кураторами. Они не могут поделить гроши, владу, возможно, это помство. Но мы не знаем. Александру Захарченко было 42 года. Он пророссийский боевик, главарь так называемой ДНР. Во время начала сепаратистских выступлений на востоке Украины руководил отделением Харьковского бойцовского клуба «Оплот». В мае 2014-го был военным комендантом. Впоследствии назначен на должность заместителя министра внутренних дел ДНР. После нелегитимных выборов в ноябре 2014-го занял пост председателя Совета министров самопровозглашенной республики. По данным СМИ, в 2010-м Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы. Там ему была официально присвоена вторая группа инвалидности по психическому заболеванию. До военных действий на востоке Украины торговал курами на одном из рынков в Донецке. Смерть Захарченко, впрочем, никак не отразилась на ситуации на передовой. Боевики по-прежнему нарушают объявленное на днях школьное перемирие. Сегодня встреляли украинские позиции уже четыре раза. Подробности узнаем от Руслана Смещука. Фронтовая Марьинка. Линия сопряжения тут проходит почти по городским улицам. Здесь у военных преимущество над противником в высоте. Это наш осторожный пост, где мы осторожаем за всей территорией противника. В том числе и Донецк видно, очень хорошо, в этом месте. Каждый день тут хлопцы чатуют, и каждый день они вымушены долать эту верховку. Уже стали альпинистами. По веревке поднимаемся на вершину террикона. Из этого орлиного гнезда все вокруг, как на ладони. Только подняться надо. А это не просто даже, когда не стреляют. Да, непростой подъем. В особенности, если представить, что парни это делают под обстрелами, то, конечно, то еще испытание. Военные сразу предупреждают ни в коем случае не высовываться. Эта позиция у врага как заноза. Находится под постоянным наблюдением. Из-за специфики рельефа и укреплений поразить ее из минометов не так-то и просто. А вот потерявших бдительность снайперы боевиков могут и убить. Подпыли у нас. Позицию нашу мы тушили. Ну, тоже не высунилися. Тушили так бутылки, крались, ну, кидали туда просто. Был случай недавно. Наш вылез тоже. Двухсотый сразу. То есть снайпер смотрит сразу, ну, за позицией, наблюдает за нашей. Только вылез ее сразу. Двухсотый. Военные показывают, насколько точно бьют вражеские снайперы. Вот из этого чайника, обернутого в камуфляжную ткань, сделали приманку и выставили из окопа. И десяти минут не прошло, как ее продырявили. Прицельно бил и вот, получается, на обманку прострелил. Ну, якобы подумал, наверное, голова решает. Работал 7,62. Ну, СВД. А, вот. Вошло. А вот получается выход. А, так две пули прямо, да? Да, да, да. Последние несколько дней отсюда видно, как боевики меняют на примыкающих позициях технику, броневики и пехоту. И это только говорит про одно. Нам нужно быть более сильными, потому что вся ротация сопроводится тем, что они перестреливаются на наших позициях, выучают нашу огневую месть. И поэтому постоянные обстрелы лунают с их стороны. Что такое школьное перемирие для них такого понятия просто не существует. Это бандиты. Однако по мирным улицам стрелять тут стали меньше. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Работа миссии ОБСЕ на Донбассе неадекватна из-за вмешательства России. Об этом заявил исполняющий обязанности замглавы миссии от США Грегори Мекрис. По его словам, РФ блокирует доступ наблюдателей к украинско-российской границе. Поэтому представители миссии не могут полностью оценить степень участия России в конфликте. То есть объем поставок оружия, денег и военных для поддержки боевиков. Со стрельбой и задержаниями бойцы штурмового подразделения КОРТ провели тренировку на учебной базе. Спецназовцы показали, чему научились во время курса подготовки, что изменится в работе силовиков, знает Богдан Вербицкий. Задержать преступников за считанные секунды и избежать при этом ненужных жертв. Такое задание получили будущие бойцы КОРТа. Экзамен оперативники сдали успешно. Ребята здесь не пришли, получили значки и шевроны. Вот этот курс, насколько я понимаю, 15 курсантов не прошли. То есть те, кто прошли, это тяжелейшее испытание. Поэтому уровень квалификации крайне высокий. Профессионализм полицейского спецназа оценили американские партнеры. Посол США в Украине Мария Иванович наградил выпускников дипломами и наградами. Кроме того, посольство передало нас полиции 11 микроавтобусов. Мы в посольстве Соединенных Штатов гордимся своим партнерством с вами, с Министерством внутренних дел и национальной полиции Украины в реформировании полиции. В нашей новой работе вы будете первыми отвечать на опасные ситуации. Конечно, приятно получать постоянную стабильную помощь от Украины США, именно в расположении специальных подразделений национальной полиции Украины. Сегодня это не первый и, я надеюсь, не последний, крок, который засвечивает нашу спильную работу. Впрочем, помогают партнеры не только техникой. Также обучают спецназовцев. Например, учат штурму со служебными собаками. Когда командир планует спецоперацию, то рассчитывает больше на жизнь собаки, чем офицера. Мы все понимаем, что собаку тоже жалко, но такое есть жизнь. Всегда боишься. Это же друг. Знакомьтесь, Шерхан. Он уже прошел боевое крещение. Поставленную задачу выполнил. Преступника задержали. Был случай в городе Харькове, где мы в трехкомнатную квартиру забаррикадировался человек, угрожал взрывом всем подряд. Запустили, он обнаружил человека, загнал его на кухню. Тот закрылся. Правда, товарищами напарники стали не сразу. Он меня покусал, показал, кто есть, но потом я ему показал, кто я. Ну и так подружились. После выпуска сотрудники КОРД продолжат работу в 10 областных подразделениях. И теперь спецназ будет работать в каждом регионе нашей страны. Богдан Гребицкий, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Секретаря Полтавского гурсовета Оксана Дзеркач уволили с должности. Такое решение приняли 22 депутата. Они провели тайное голосование во время внеочередной сессии гурсовета. Кроме того, Оксана Дзеркач лишили места в городском исполкоме. На заседании побывал и нардев Сергей Каплин. Он уверен, что теперь в гурсовете удастся сформировать новую коалицию с демократических сил, которая должна будет решать целый ворох проблем в Полтаве. Сегодня было принято решение прибрать одного из главных людей в команде МАМАЯ, секретаря городской области Оксана Дзеркач. А большинство голосов депутатов городской области было принято. Это решение позволило нам сегодня консолидовать вокруг идеи отроджения Полтавы и развития. Большинство фракций в городской области. Я не имею никаких сомнений, что в ближайшие недели мы сформуем залезную коалицию, залезную большинство из демократических сил, которые поставят Полтаву на рейки борьбы с коррупцией, которые решат вопрос о уменьшении тарифов на проезд, решат большинство вопросов. Ключи от квартир переселенцам. Такой подарок двум десяткам семей сделала местная власть Мариуполя вместе с лидером радикальной партии Олегом Ляшко. Он лично вручал ключи. Новосолы будут жить в социальном доме под названием «Новые Мариупольцы». Проект профинансировали из госбюджета и местной казны. Обошелся он в 18 миллионов гривен. Половину суммы удалось получить благодаря нардепу Ляшко. Он настаивал на выделении денег. Кстати, это не первый похожий объект для переселенцев. В течение года в городе уже открыли два общежития на 40 квартир. Битва за выживание. Телеоператор Анатолий Мартыненко, который потерял здоровье, снимая аварию на ЧАЭС, вынужден отстаивать свою чернобыльскую пенсию в судах. Причем в суде уже дважды принимали его сторону, но выплат как не было, так и нет. Ситуацию разбирались наши корреспонденты. В 86-м эти кадры горящего ядерного реактора Чернобыльской АЭС облетели весь мир. Их снимал телеоператор Анатолий Мартыненко. Тогда 25-летнего парня без обсуждения отправили работать в чернобыльскую зону. А сегодня мужчина в судах должен отстаивать свое право на чернобыльскую пенсию. Для меня это очень тяжело, потому что я прохожу еще программный гемодиализм. Это своего рода постоянная химиотерапия, и идет большая разбалансировка организма, и мне очень тяжело собраться и прийти. Мартыненко уже третий год судится с пенсионным фондом, который, вопреки закону, не соглашается выплатить положенное ему обеспечение. Эти деньги, это я просто продолжал бы жить, потому что мне нужно покупать недешевые медицинские препараты, которые очень эффективны для меня. А без них я просто медленно умираю. Они не хотят платить, потому что если они мне заплатят, то будет и другие чернобыльцы поднимут бучу. Но я не знаю, чем это закончится. Он беспредел какой-то в государстве. Сегодня Анатолий Мартыненко инвалид первой группы. Сначала врачи обнаружили сахарный диабет, потом отказали почки. И сейчас он три раза в неделю проходит мучительную процедуру гемодиализа. Нужно покупать дорогостоящие препараты. Тем временем задолженность пенсионного фонда перед ним превысила 200 тысяч гривен. Решением суду, про який иди мова, заборгованность мала быть нарахована с 1 сентября 2016 года. Было проведено перерахунок, но сумма недоплаты выплачена не была. Пенсионный фонд отвечает, что это должна быть дополнительная выделена дотация с государственного бюджета Украины, самая адресная, або на прозвище особи. Это злостное затягивание процесса, считает адвокат. Год назад суд признал за инвалидом право на чернобыльскую пенсию, равную 10 минимальным. В ответ пенсионный фонд подал апелляцию. Однако апелляционный суд оставил в силе решение Голосеевского суда. Это уголовная статья 382, статья часть 1, умышленное, не выплачивание финансов по судебным решениям. В суде юрист пенсионного фонда объясняет, эту пенсию должны выплачивать за счет бюджета. При этом в Минфин юристы пенсионного фонда даже не обращались. Заседание вновь переносят на полтора месяца. Идти чернобыльцу некуда. Он подозревает, чиновники ждут, когда он уже просто не сможет бороться за свои права. Александр Поросяник, Наталья Шумакова, Лина Зеленская, Алексей Шматов. Подробности телеканалы. День знаний впроголодь. Учителя в Прикарпатии готовятся не только к старту учебного года, но и к забастовке. Им не платят зарплату с июня. Почему нет денег и кто за это должен ответить, узнавала Жанна Дучак. Учительница начальных классов Светлана Кохма на работе с самого утра. Готовит класс с первого сентября. Но настроение совсем не праздничное. Зарплату педагог не видела два месяца. Говорит, за 35 лет работы такого отчаяния еще не испытывала. Зарплаты по заплате начались в этом году. Сумма уже достигла 10 миллионов гривен. А все из-за того, что в прошлом году Минобразование изменило формулу начисления госсубвенции. Но у нас не врахованы дети, которые учатся на индивидуальной форме учения. Это не только хворые дети, это дети, которых в классах есть меньше, чем 5 учеников. На этих детей с учебной субвенцией не предпочитает никакого гривня. В Рогатинском районе более 500 детей именно такие ученики. Поэтому, чтобы выделяемых денег хватало, нужно закрыть 18 школ и уволить минимум 250 педагогов. Но это не выход, считают учителя. И вышли на митинг. На этой неделе дважды перекрывали дорогу. Чиновники приезжали, но ничего не пообещали. Ситуация за должностью может иметь серьезные последствия, предупреждают местные оппозиционеры. Если деньги не будут приходить в нужном количестве, школы придется закрыть. Это грозит исчезновением десятков сел. Село, где есть школа, там есть жизнь, там есть перспектива. Село, где школы нет, просто преречено. И вопрос времени, когда оно исчезнет с мапы нашей страны. И возвращаемся к украинскому уряду, сподеваясь, что он еще украинский. Во-первых, негайно, пятидельный термин. Погасить абсолютно всю заборгованность. И обязательно найти дополнительные джерела финансирования для депрессивных населения Путин. Учителя намерены добиваться своих прав. Сейчас начали подготовку к всеобщей забастовке. Жанна Тучак, Зиновья Автоназ, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Уже в понедельник в Украине начинается новый учебный год. Крупные торговые центры Киева, Харькова, Винницы, Одессы сумели привлечь рекордное количество покупателей. Что и сколько стоит, расскажут наши корреспонденты. Тимофей вместе с мамой примеряют костюм к школе. Уже в понедельник мальчик отправится во второй класс. Качество хорошее. Тут 70% шерсти, 30% вискоза идет. Подкладочка тоже хорошая. То есть ребенку будет комфортно. Все товары для школы своим двум детям Диана Тимофеева купила здесь, на крупнейшем в Восточной Европе рынке Барабашова. Говорит, приезжает сюда, потому что все необходимое можно купить в одном месте. Костюм, констовары, рюкзак, обувь, спортивные товары. Все полностью здесь купились. Ну, во-первых, очень удобно. Все здесь покупаем, все в одном месте, и мы живем здесь рядом, недалеко. Поэтому всегда приезжаем сюда. Здесь выбор большой. Продавцы уверяют, товар качественный, поэтому ежегодно здесь много постоянных покупателей. Да и стоимость товаров на рынке процентов на 20 дешевле, чем в магазинах. По оценкам маркетинговых служб, более 70% родителей в этом году пришли за школьными товарами именно к нам. Рекордное количество продаж школьных товаров на Барабашова в этом году обеспечено в первую очередь ценой. Абсолютное большинство позиций представлено на 15-20% дешевле, чем в большинстве более мелких торговых центров. В этом году, посчитали аналитики торгового центра Барабашова, на 35% увеличился поток товаров в соседней области. Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую. Марина приехала из поселка в 50 километрах от Харькова. В большом городе большой выбор. Мы живем в поселке, там нереально купить одежду для ребенка. И к школе надо вообще-то немножко уже приодеть. С того года она уже выросла. Теперь на этот год. Вот раз в год приезжаем и одеваем сюда. В этом году, говорят продавцы, людей особенно много. Привлекают как цены, так и ассортимент. И даже если одна-две позиции из списка не окажутся дешевле, общий чек при подготовке школьника все равно удастся существенно уменьшить. В этом году совершенно другой ассортимент. И людей очень много. Я предлагаю сразу 5-6-7 вещей. И блузка, и брючки, и юбочка. То есть, вы понимаете, сразу все покупают. Поэтому они никуда не бегают, никуда все. И желательно хотят все покупать в одном месте. А в этом магазинчике продавцы концтоваров сами составили список для родителей. 27 пунктов того, что необходимо для школы. Покупатели часто кооперируются. Один из родителей едет за товарами сразу для нескольких детей. Я думаю, что правильно кооперироваться. Заказывать мелкий или большой опт в зависимости, там, на класс или просто для себя. И это значительно дешевле. Родители, они за разумное потребление. Они пришли в августе, купили мелкий опт. Это значительно дешевле. И пользуются уже там на полгода, например. На столичных рынках такой же ажиотаж. Ну, выбор должен быть. В магазине проще, но цены были дороже. Если я пришла, потому что дешевле, думала. Великий рынок. Доступно все, и цены доступны. И в одном месте все предбавлено. Неинтересно, но душа, действительно есть душа. Заходишь в книжные лавки, здесь даже пахнет по-особенному. Аналитики подсчитали, что на рынке покупки совершаются каждые 13 секунд. Лидерю продаж в конце лета школьная форма, блузки и рубашки. Это треть от общего количества покупок. На втором месте школьные ранцы, на третьем обувь и спортивная форма. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Харьков. Конец эпохи. В американском конгрессе сейчас проходит церемония прощания с Джуном Маккейном. С утра почести воздали первые лица государства. И буквально только что двери Капитолия открыли для всех. Люди съехались со всей Америки. За событиями следит мой коллега Дмитрий Анопченко. Он на прямой связи из американской столицы. Дима, здравствуй. Расскажи, что происходит в эти минуты. Тебе слово. Катюш, но в эти минуты действительно закончилась официальная церемония. И вот самое трогательное происходит. Могут зайти в Капитолий обычные американцы для того, чтобы принести цветы, для того, чтобы почувствовать себя частью исторического события. Я с этими людьми говорил. Они выстояли несколько часов в очереди для того, чтобы зайти в здание. Но это не только республиканцы. Потому что последний год очень многое изменил. Маккейн действительно был уважаемым политиком. Политиком, к которому многие прислушивались. Однако последний год Америка следила за тем, как он мужественно боролся с болезнью. Все знали, что ему остались считанные месяцы, считанные дни, считанные часы. Но тем не менее, у него не было жалости ни к себе, ни к родным. Это были очень продуктивные месяцы. И это заставило Америку, даже демократов, даже тех, кто в принципе и не поддерживал Маккейна, его зауважать. И поэтому для тех людей, которые вот в эти секунды приносят цветы, он герой. Не герой он разве что для Дональда Трампа. Да и то американский президент дрогнул и в понедельник распорядился приспустить государственные флаги по всей Америке. Вот вы если видите, у меня за спиной на здании Конгресса государственный флаг тоже приспущен. От правительства в торжественной церемонии сегодня утром от администрации участвовал вице-президент Дональд Пенс. Такова была последняя воля Маккейна. Трампа не пригласили, он ни в каких церемониях не участвует. Ну и есть еще один момент, очень трогательный. Я хочу его рассказать просто как свидетель этих событий. С самого утра я под стенами Конгресса. Вы видите, очень жаркий, очень солнечный день. И вот в ту самую минуту, это действительно правда, когда солдаты из почетного караула коснулись гроба Маккейна для того, чтобы занести его в здание Конгресса, вот в эту самую минуту начался сильнейший ливень. И когда гроб занесли, тут же прошел. И я слышал, что говорили друзья Маккейна, ну вот в частности сенатор Кардин рядышком со мной был. И он сказал, что это очень символично. Америка этот момент запомнит. Катя. Димир, расскажи, а как будет дальше проходить прощание? Ведь траур до воскресенья, два дня еще. Расскажи подробности. Траур действительно до воскресенья. Да, траур действительно до воскресенья. И завтра будет важное событие, которому будет приковано внимание. Это служба в национальном соборе, на которую пригласят тех, кто был при жизни знаком с Маккейном, кто разделял его взгляды. И вот сейчас я могу официально подтвердить, что среди приглашенных и президент Украины Петр Порошенко. Это частный визит, поэтому президент прилетает сегодня вечером. Никакого президентского самолета, никакого пафоса, никакой охраны. Это будет обычный рейсовый самолет. Президент завтра утром примет участие в церемонии и сразу же вернется в Киев. Ну а дальше, дальше в воскресенье будут похороны, и Америка все это время будет в трауре. И я хотел бы сказать, это очень чувствуется. Это траур не только по Маккейну. Это траур еще и по всему тому, что сенатор в американском политикуме, то, чего символом, чего он был в американском политикуме. И Вашингтон пост сегодня написал, а со смертью Маккейна целая эпоха заканчивается. К сожалению, это действительно так. Это не преувеличение. Катя. Дим, спасибо тебе за всю информацию. Дмитрий Анопченко был на прямой связи со студией из Вашингтона, где сейчас прощаюсь со сенатором Джоном Маккейном. В Великобритании будет строить отношения с ЕС, по примеру, Украины. Британские политики всерьез рассматривают возможность подписания с Евросоюзом аналог соглашения об ассоциации между Брюсселем и Киевом. Тем временем, переговоры по Брекзиту вновь зашли в тупик. Больше расскажет Алексей Пшимовский. В британском парламенте детально изучают текст соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Здесь не исключают, что нынешний формат отношений Киева с Брюсселем может стать альтернативой полному разводу с ЕС. Ранее в Лондоне говорили и о возможности использования так называемой норвежской модели, когда после разрыва Британия продолжит выполнять все законы и нормы Евросоюза. Однако пока что главный переговорщик от ЕС по Брекзиту Мишель Барнье заявил о том, что диалог с ЕС зашел в тупик. Стороны до сих пор не могут согласовать окончательные условия выхода Великобритании из Евросоюза. В частности, это стоимость бракоразводного процесса, будущий формат торговых отношений и проблема границы с Ирландией. Ранее предполагалось, что переговоры завершат до октября. Однако теперь говорят о возможном переносе сроков на январь следующего года. Эти новости уже пошатнули британский фунт, который за последние дни упал в цене относительно евро. Тем временем в Великобритании растет число противников Брекзита. В частности, согласно последним опросам, почти половина жителей Шотландии выступает за проведение нового референдума. А местные политики уже грозят Лондону массовыми акциями протеста. Напомню, выход Британии из Евросоюза должен состояться 29 марта следующего года. До этого стороны должны утвердить окончательные условия развода. И главное, какими будут отношения Великобритании и ЕС на время переходного периода до конца 2020 года. Если этого не сделают, разрыв может сулить серьезные финансовые проблемы как Лондону, так и Брюсселю. Алексей Пшимыски, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Рево моторов, виск тормозовый, отчаянная борьба за мячиками. В Несподольском стартовал чемпионат Украины по мотоболу. Популярные в 80-е и 90-е годы вид спорта возрождается. Сейчас в Украине есть пять профессиональных команд. За экстримом на асфальтовом поле следили и наши корреспонденты. Традиционное приветствие команд и мотоболисты один за другим выезжают на поле. Оно такое же, как футбольное, только с асфальтовым покрытием и резиновыми крошками для лучшей маневренности мотоцикла. В отличие от традиционного футбола, в каждой команде по пять игроков, да и мять значительно больше и тяжелее, весит почти килограмм. Если хорошая игра с профессиональным ударом, то если неправильно поставить руку, то можно поломать, может все быть, от растягивания до перелома. За нарушение правил предусмотрены три карточки. В особых случаях назначают пенальти. Судья же должен не только следить за ходом игры, но и успевать уворачиваться от мотоциклов. Должна голова крутиться, как в танке, на всей 360. Должен все видеть. Риск великий, потому что за каждым игроком... Большая скорость, столкновение возле ворот и вот он, первый гол. Мяч влетает в ворота команды из Каменец Подольского. Тренер говорит, состав молодой, поэтому противостоять более опытным соперникам из Полтавы сложно. Чтобы стать настоящим мотоболистом, нужно владеть как минимум 283 приема игры, фигурное маневрование мотоцикла, удары, 4 или 5 видов ударов. Один из самых опытных игроков полтавской команды Владимир Калинин. Легенда украинского мотобола. Мастер спорта международного класса. Свои 57 он все еще в строю. Говорит, мотобол – спорт для смелых и состоятельных. Взяли мы и купировку из хоккея, чтобы защищать свои локти, кулина и шлема. Украинского у нас нет ничего для мотобола. Раньше этим видом спорта занимался ДТС. Он и сейчас существует, и есть в него деньги, и есть в него все. Просто никто не занимается. Это никому просто не нужно. Несмотря на все проблемы, мотоболисты пытаются возродить этот вид спорта в Украине. Сейчас готовятся к международным соревнованиям. Помогают спонсоры. Первый день соревнований победила команда из Полтавы со счетом 4-1. Впереди у команд еще по три матча с другими соперниками. Александр Васильченко, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности – телеканал «Интер» Хмельницкая область. Остатки моста в Генуэ снесут в течение месяца. Об этом заявил губернатор Лигурии Джованни Тотти. Во время работ специалисты планируют использовать взрывчатку. Напомню, две недели назад во время грозы обрушилась конструкция моста Маранди. Тогда погибло 43 человека. Сначала причиной обрушения называли износ несущих конструкций. Позже прокурор Франческо Готци заявил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка. Сколько весит самая большая котлета в мире? Кто встречает туристов за стойкой регистрации в японском отеле? И какой напиток хотят запретить в Великобритании? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Китай присоединился к крупнейшим австралийским морским и воздушным учениям. Китайские войска пробудут в стратегических водах в северной части Австралии две недели. Эти морские учения станут крупнейшими за последние несколько десятилетий. В них примут участие 24 подводной лодки, более 20 самолетов и 3000 человек. Британское правительство планирует запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Такую инициативу выдвинул министр здравоохранения и подчеркнул, в энергетиках содержится много сахара и кофеина, что приводит к ожирению и повышенному давлению у детей. Запрет будет распространяться на напитки, содержащие 150 миллиграммов кофеина на литр. В японском отеле за стойкой регистрации туристов будет встречать динозавр. Рободинос, как его прозвал директор заведения, сейчас поддерживает только японский и английский языки. Однако это не мешает роботу с легкостью заполнить гостевую анкету. Кроме этого, в каждый номер туристов заселяют круглое устройство, созданное по прототипу дроида из фильма «Звездные войны». А на входе в гостиницу расположен аквариум с роботизованными морскими обитателями. Самую большую в мире бургерную котлету поджарили в сербском городе Лесковац. 66-килограммовое национальное мясное блюдо под названием плесковица приготовили во время фестиваля барбекю. Повара признались, самым трудным было перевернуть кусок мяса диаметром почти 2 метра, при этом не разломав его. Гигантскую котлету жарят во время фестиваля ежегодно. В этом году плесковицу занесли в Книгу рекордов Гиннеса. В центре Рима обрушилась крыша старинного храма, известного как церковь Сан-Джузеппе де Ифаленьями. Само здание было заперто, его открывали только для свадебных церемоний, поэтому на момент обвала внутри никого не было. Почему крыша не выдержала, выясняют специалисты. Церковь возвели еще в 17 веке над старейшей в городе Мамертинской тюрьмой. По преданию, там провели свои последние дни апостолы Петр и Павел. Венесуэльская столица второй раз за два дня пережила массовое отключение электроэнергии. В Каракасе закрылись магазины и остановилось метро. Наземный общественный транспорт был переполнен. Некоторым горожанам пришлось ночевать под открытым небом. Накануне венесуэльские власти обвинили оппозицию в причастности к отключению электричества. За прошедшую неделю задержали более 130 человек. Их обвиняют в дестабилизации экономики. По информации генпрокурора, эти люди зарабатывали на спекуляциях и перепродажах. Многие арестованы руководители крупных торговых сетей. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова